Здравствуйте, меня зовут Елизавета, мою коллегу зовут Эллада. Мы являемся представителями компании GrecoDom Development. Наша компания входит в холдинг Muzi Indies Group и работает на рынке недвижимости уже 10 лет. Наш сайт называется grecodom.ru. На нашем сайте вы можете увидеть большую базу недвижимости, около 3000 объектов и выше. Квартиры в Греции начинаются от 26 тысяч евро на берегу моря, на полуострове Халкидики, пешей доступности. Это новые квартиры, квартиры-студию. Также есть очень хорошие бюджетные квартиры в городе Салоники и в пригороде. Виллы, коттеджи, тангхаусы, гостиницы в Олимпийской ривьере и множество земельных участков, которые пригодны для застройки. Как вы поняли, у нас обширная база объектов, которая ежедневно обновляется. У нас регионы, которые мы продвигаем, это те регионы, где у нас есть свои офисы, офисы GrecoDombo и наши прямые представители. Наиболее актуально продвигаем те регионы, которые, как я перечислила, входят в нашу компанию. Те офисы, которые входят в нашу компанию. Это острова Крит, Тасос, Родос, Корфу, полуостров Халкидики с тремя пальцами, Кассандра, Ситония, Афон, вся Олимпийская ривьера, Пиерия, туда входят Параллия Катеринис, Нейпори, Лептокарвия, Литохоро, Плакалитохоро и очень множество других туристических курортных поселков. На нашем сайте также в левом углу вы видите фрейм по недвижимости. При помощи данного фрейма, данного модуля, вы можете подобрать недвижимость. Например, если вам нравится, вы хотите приобрести Танхаус, в ячейке Тип нужно подобрать категорию. Категория Танхаус. Дальше выбираем регион, допустим, полуостров Кассандра, Халкидики, квадратные метры, расстояние от моря приблизительное, а также приблизительный бюджет. Это можно сделать по желанию. В принципе, самые главные ячейки – это тип недвижимости, квартира Танхаус, коттедж, земельные участки или гостиницы и регион. Дальше нажимаем на кнопочку «Подобрать» и с правой стороны у вас отображаются объекты. Перелистываем данные объекты, там несколько страниц, база обширная. Понравился какой-то объект уже по фотографии, по краткому описанию, вы можете щелкнуть на него и раскроется объект целиком для ознакопления более подробно. Наверху, значит, стандартное описание – это, если там хаус, количество этажей, расстояние от моря, расстояние от то ближайшего поселка, расстояние до аэропорта и так далее. А ниже уже вручную мы пишем краткое описание данного объекта. Потом фотографии, можно перелистать фотографии. Все фотографии мы стараемся… Мы всегда, в основном, 95% нашей базы фотографируются нашими продавцами, которые обучаются, проходят специальные семинары, у всех профессиональные фотоаппараты, и стараемся показать вам реальные фотографии. Дальше, значит, на нашем сайте также есть и новости, которые мы вставляем. Когда приобретается у нас объект, мы также стараемся, чтобы покупатель почувствовал бы Грецию и следил бы за всеми новостями и событиями, которые происходят в Греции. Поэтому берем греческие новости и в ежедневном порядке мы их переводим на русский язык. Кроме продажи готовых объектов, мы также занимаемся и строительством. У нас есть в нашем отделе архитекторы, есть дизайнеры, интерьер-дизайнеры, инженера-строители, которые могут вам от 1000 евро за квадратный метр построить дом под ключ. Это квартира, это вилла, это гостиница. Не имеет значения все по вашему желанию и в сроке, которые вы укажете. Что такое дом под ключ к Греции? Это внутренняя и внешняя отделка. Иногда туда входит и кухонная мебель, и также установка кондиционеров. В основном это внутренняя и внешняя отделка и кухонная мебель. И, естественно, все проводки. Это проводки для кондиционера, сантехника полностью, проводки для телефона, интернета и так далее. Предварительные проводки. Дальше они занимаются также благоустройством территории, ландшафтный дизайн. По вашему желанию могут построить бассейн на вашем участке, если участок этого разрешает. Если есть лишние квадратные метры и помещается бассейн. Стоимости разные. Вы можете нам прислать заявку на нашу почту infosobachka.gracodom.ru Написать, какую недвижимость вы хотите приобрести. Приблизительный бюджет, который планируете потратить на данную недвижимость. Может, это земельный участок, может, это квартира. Не имеет значения. Мы вам подберем. Все и вышли. Также есть послепродажное обслуживание, кроме продажи готовых объектов. И мы должны, в принципе, прощаемся с нашими покупателями. В принципе, это не так. Мы нашим покупателям не говорим до свидания. Передаем им ключик и говорим, что у нас есть еще большая сфера услуг управления по управлению недвижимости. Что туда входит? Туда входит проветривание помещений. Месяц один раз. Это выезд сотрудника на машине. Он там находится два часа в вашем доме. Открывает все окна, двери, проветривает помещение. Контролирует, все ли в доме порядки. Если нет никакой утечки, это вода или электричество, может, проблемы с проводкой. Если есть, то оповещает покупателя по почте или звонит к нему. Дальше вызов мастера. Если что-то не так в доме, неладно. Контролируем его работу. И посылаем потом видеоотчет или фотоотчет нашему покупателю. Дальше. Как приехать в Грецию, чтобы посмотреть объекты сблизи? В каждом офисе музей Indies Travel у нас сидит ответственный по недвижимости, который владеет полностью всей информацией. Наша компания имеет штаб-квартиру, то есть центральный офис нашей компании – это в городе Салоники. С нашего центрального офиса мы обучаем всех ответственных под недвижимостью в музее Indies Travel. То есть, ведем семинары, вебинары, постоянно общаемся с ним по телефону или переписываемся. Также вы можете, значит, оформить тур за недвижимостью, это подойдя в офис музея Indies Travel в вашем регионе, или же позвонить к ним, или же послать почту. Можно также в онлайн-режиме заказать, значит, подобрать тур за недвижимостью. Есть такие готовые рассчитанные пакеты. Цены приблизительно от 300 евро и выше. Значит так, забронировали вы авиабилеты, гостиницу, забронировали услугу, услуга осмотра недвижимости сблизи, она стоит 80 евро. Туда входит и компетентный сотрудник, машина, показ объектов, юридическая консультация и так далее. Объекты показываем в день, стараемся не загружать сильно покупателя, чтобы он не начал путаться. Около 5-6 объектов в день. За данную стоимость 80 евро можем сделать и двухдневный тур, и трехдневный. То есть это такая символическая сумма. Но есть также и бесплатная услуга, называется Грекодом-консультация. Что это означает? Если вы приезжаете летом отдохнуть в Грецию, то заказав эту услугу, у туроператора, говоря, что вы интересуетесь недвижимостью и заказываете данную услугу, наш представитель уже в Греции, когда вы сюда приезжаете, подъезжает к вам в отель и проводит собеседование. Беседу по поводу недвижимости, плюс юридическую консультацию. Без показа, сблизи объекта. Значит так, выбирая уже объект, если покупатель остановился на конкретном объекте, он говорит продавцу, что мне данный объект нравится, оставляет символический задаток, размер около 5% от общей стоимости. И далее ведет беседу с ним уже адвокат. Юридический наш отдел. Юридический отдел, значит, находится в городе Солоники, и его представляет Христина Юргаки, она является руководителем юридического отдела. И сегодня с нами, как я уже представила, присутствует Эллада Антониаду. Передадим слово Элладе. Здравствуйте. Как уже сказала Эли Савит, я являюсь представителем юридического отдела компании Грекодом Девелопмент. И так, после того, как клиент уже определился с недвижимостью, он в сопровождении наших коллег из компании Грекодом, уже приходит и обращается непосредственно в наш офис, где мы ему подробно объясняем всю пошаговую процедуру оформления сделки купли-продажи. Первым шагом является подписание генеральной доверенности, которая подписывается у нотариуса и только на греческом языке в присутствии официального переводчика. Этой доверенностью покупатель передает адвокату, его доверенному лицу, все необходимые полномочия и права на то, чтобы он мог полностью сопровождать сделку купли-продажи. Первая полномочия, которая передается адвокату, это получение ИНН, в Греции он называется AFIMI, это девятизначный номер, который выдается единожды и сопровождает всю жизнь физическое лицо. Второй момент – это открытие счета в Национальном банке Греции на имя покупателя, куда он будет производить все свои денежные переводы относительно стоимости объекта. Следующим шагом является составление и подписание частного соглашения, которое подписывается на двух языках – русском и греческом. Соглашение составляется между продавцом и покупателем. И в данном соглашении указываются все основные моменты сделки. Первое – это подробное описание объекта недвижимости согласно тому, как он описан в предыдущем титуле собственности. Это касается его площади, местонахождения, закрепленных за ним кладовым помещением, либо парковочным местом. Далее указывается в частном соглашении подробно стоимость объекта, сумма предоплаты и график платежей, если объект приобретается в рассрочку. И третий момент – это точная дата, к которой будут готовы как нотариусы, так и адвокаты продавца и покупателя к подписанию уже непосредственно самого договора купли-продажи. Для чего нужно это частное соглашение? Частным соглашением регулируются все основные моменты сделки. То есть, как я уже ранее сказала, это описание объекта стоимости и даты подписания договора. И второй момент – по данному частному соглашению наш клиент может осуществлять денежные переводы из России в Грецию или из страны ему проживания в Грецию. И третье – предъявив данное частное соглашение в Генеральное консульство Греции в стране проживания, ему выдается мультивиза ТПЦ – туристическая. После подписания частного соглашения адвокатам проводится проверка юридической чистоты объекта в реестре недвижимости или в кадастровой палате, где зарегистрирован непосредственно сам объект недвижимости. После этого начинается сбор всей необходимой документации для составления договора купли-продажи. Договор купли-продажи составляется нотариусом. И в данный пакет документов входит документация из отдела градостроительства, заключение инженера строительства о том, что на объекте имеются или не имеются самовольно построенные метры. И следующий момент – это необходимая документация из налоговой инспекции о том, что у продавца не имеется задолженности. И в зависимости от типа объекта и его местонахождения необходимы документы из археологической службы или лесного хозяйства. После того, как будет собран весь пакет документов, нотариусом составляется на основе этих документов и заполняется декларация на налог, на передачу прав собственности. И после чего она подается в налоговую инспекцию, где подтверждается сумма налога и затем уже оплачивается. На этом этапе мы высылаем на электронную почту нашего клиента список расходов по оформлению договора, то есть в котором указаны четыре позиции. Первый – это налог, второй – это гонорар нотариуса, третий – гонорар адвоката, и четвертый – это регистрация в реестре недвижимости. Расскажу немного о налоге. Налог на передачу прав собственности с 1 января 2014 года составляет 3% в случае, если объект приобретается у физического лица или у застройщика, в случае, если разрешение на строительство получено до 2006 года. И налоговая ставка равна 23% в случае, если объект приобретается у застройщика, и разрешение на строительство получено после 2006 года. После того, как налогоплаченный, у нас имеется документальное подтверждение по плате налога, В принципе, мы готовы к подписанию самого договора купли-продажи. Договор купли-продажи может подписать как сам клиент лично, если он находится на территории Греции, или за него может подписать его доверенный адвокат по той доверенности, которую мы оформляли и подписывали изначально. В случае, если подписывает адвокат, то в день подписания мы направляем скам-копию договора на имейл нашего клиента для того, чтобы он удостоверился в этом факте. На следующий день договор подается на регистрацию коллеги адвокатов суда города Салоники, и уже затем на регистрацию в реестр недвижимости. После того, как мы получаем сертификат о регистрации договора в реестре недвижимости, и это является последним документом, завершающим полностью всю процедуру, наш клиент получает полный пакет документов вместе с заверенными переводами на русский язык, и на этом сделка завершается. Еще хочу отметить, что такой же пакет документов остается в архиве в обязательном порядке у нотариуса, и третий пакет документов мы храним всегда в нашем офисе для того, чтобы в любой момент могли предоставить необходимую документацию нашему клиенту. Вот на этом завершается полностью вся процедура, и это краткая история оформления договора. Спасибо за внимание. Почему предпочитают недвижимость в Греции? Кроме того, что Греция великолепная солнечная страна, 300 дней в году солнышко, с приобретением недвижимости можно получить и мультивизу Шенген, причем годовую. Но для наших покупателей мы стараемся просить двухгодичную мультивизу, а получат ли они двухгодичную или на год, это уже зависит от консульства. То есть каждое прошение в консульство, каждая заявка обрабатывается индивидуально. Дальше. Это бесплатное первое оказание бесплатной медицинской помощи. Православная страна, то есть менталитет, похожий на российский, украинский менталитет местного населения. Добродушное местное население, гостеприимное. Длительность сезона на островах, она длится с начала апреля до конца октября. На полуострове Халки-Ди-Кей в Олимпийской ривьере, это середина мая до середины октября. А также можно еще и получить вид на жительство. С приобретением недвижимости любой стоимости можно получить вид на жительство. Об этом вам более подробно расскажет Эллада. Итак, одним из преимуществ приобретения недвижимости на территории Греции является, как уже сказала Лиза, оформление вида на жительство. В данный момент имеется два вида на жительство, на которые может претендовать покупатель. Зависит это от стоимости объекта, то есть от стоимости, указываемой в договоре купли-продажи. Для того, чтобы получить вид на жительство, необходимо определенную часть работы проделать уже еще в России. То есть процедура состоит из двух этапов. Первый этап – это подготовка необходимой документации, подача в консульство в стране проживания, греческое консульство, для того, чтобы получить национальную визу типа Д, которая и дает возможность уже далее здесь, на территории Греции, подать документы в миграционную службу на получение непосредственно вида на жительство. Что включено в этот пакет документов, которые требуются в России? Документы – это заполнение анкеты, фотографии как на паспорт, затем справка о несудимости, следующий документ – это справка о здоровье, форма 086. И обязательно в порядке требуется медицинское страхование на территории Греции. То есть мы оформляем здесь страховой договор, который затем направляем в Россию, для того, чтобы клиент мог предоставить его в консульство. После того, как будет собран со стороны клиента полный пакет документов, он связывается с нами, а мы уже созваниваемся с консульством и назначаем ему дату и время приема. Клиент поступает в консульство, и консул рассматривает его документы, и на усмотрение, естественно, самого консула выдается национальная виза типа Д, по которой наш клиент уже приезжает сюда на территорию Греции, и здесь мы уже занимаемся вторым этапом, то есть подачей документов в непосредственно миграционную службу. Самому клиенту здесь никаких действий производить не требуется, потому что он оформляет доверенность на адвоката, который занимается полностью всем этим вопросом. На начальном этапе выдается справка о том, что поданы все документы в миграционную службу, а затем уже в течение двух недель выдается сама клейка в загранпаспорт нашего клиента. Второй вид на жительство – это вид на жительство, которое выдается сроком на 5 лет. Каким образом получить его? В данном случае обязательным условием является стоимость объекта в 250 тысяч евро. То есть если объект у нас стоит 250 тысяч евро, то его владелец имеет право получить вид на жительство на 5 лет, и помимо него, и еще и его супруга, и дети, несовершеннолетние дети. То есть в этом случае наш клиент также в России или в стране проживания подает необходимую документацию в Генеральное консульство Греции на получение национальной визы типа Д. Единственной разницей между годовым видом на жительство и пятилетним является то, что нет необходимости для вида на жительство на пятилетний срок доказывать свою финансовую независимость. То есть нет необходимости показывать на счету здесь в Греции, в греческом банке, 24 тысячи евро в год. То есть финансовая независимость подтверждает договор на сумму 250 тысяч евро. После того, как наш клиент получает национальную визу типа Д, он также приезжает сюда, в грец, и уже второй процедурой, вторым этапом занимаемся мы, также оформив доверенность на имя адвоката, и следует подача документов в миграционную службу, получение справки о подаче документов, и затем уже самой вклейки в паспорт. Хотелось бы уточнить, что вид на жительство на год, который выдается на год, каждый год обновляется в течение пяти лет, а затем уже может покупать, то есть наш клиент подать документы на пятилетний вид на жительство после пяти лет обновления. В принципе, все, что касается вида на жительство. Хотелось еще добавить, что данный вид на жительство, кроме того, что дает возможность постоянного пребывания на территории Греции и перемещения по всей Шенген-зоне, дает возможность еще приобрести и оформить на себя автомобиль, яхту, и совершить такие более крупные покупки. Также еще раз хотелось бы отметить, что единоразовый налог понижен, то есть тот, который был 10%, как рассказала Эллада, стал 3%. Это также является преимуществом недвижимости в Греции. Низкие коммунальные услуги, вода, электричество по сравнению с другими европейскими странами. И, в принципе, Греция теплая страна, добродушная, здесь очень много русского населения, нет языкового барьера, с нами, с нашей компанией легко работать. Как вы поняли, у нас большой спектр предоставляемых услуг. Первое, допустим, туры за недвижимостью, второе – юридическая поддержка, третье – управление недвижимостью, также сдача в аренду, то есть вы можете купить недвижимость и получать от него доход, сдавать на платформе компании «Музей Индис Тревел», лидирующего оператора на территории Греции. Что касается стран постсоветского пространства, мы можем основываться на большой поток туристов и сдавать вашу недвижимость в аренду. Это как в сезон, так и в несезон, в зимний период. Наши контакты вы можете найти на сайте, пишите нам на почту, связывайтесь с нами по скайпу, смотрите наши объекты на нашем сайте. Спасибо за внимание, обращайтесь. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok